Привет, меня зовут Денис Филиппов. В Яндексе я отвечаю за развитие речевых технологий и продуктов. Они пока не содержат ГМО, но тем не менее они очень хорошие. Сегодня я расскажу о наших достижениях в этой области. Итак, поехали. Давайте начнем с небольшого экскурса в историю речевых технологий. Вы все сейчас будете очень сильно удивлены, но речевым технологиям в мире уже более 100 лет. Первые речевые технологии в реальном продукте появились аж в 1916 году. Представляете себе? Изобретатель Себастьян Бернер из Штатов сделал игрушку, которую назвал Радио Рекс. Эта игрушка работала очень просто. Вам нужно было произнести очень громко команду «Рекс», и на вас из конуры выпрыгивала собачка. Но система распознавания речи в этой игрушке была реализована очень изящно. Внутри конуры располагалось две металлические пластинки. Эти металлические пластинки были соединены с электромагнитом, который держал пружину с собачкой. И пластинки были подобраны такого размера, что реагировали на резонансную частоту 500 Гц. А это как раз соответствует звучанию гласной буквы в слове «Рекс». В общем-то, этой игрушки людям хватило на целых 40 лет. И только в 1952 году ребята из компании IBM задумали создание первого в мире голосового калькулятора. И они его делали целых 12 лет. Итак, в 1964 году на выставке в Нью-Йорке IBM показывает первый в мире голосовой калькулятор, который назывался Шубокс. Шубокс был способен воспринимать простые голосовые команды. Например, ему можно было сказать «1 плюс 1». И Шубокс на своем экране показывал результат. А дальше, вплоть до 2000-х годов, широкого и массового распространения речевые технологии не получали. Потому что существовал очень серьезный барьер в качестве распознавания речи. И по сути, все эти 40 лет люди нарабатывали теоретические основы современных речевых технологий. Пробовали различные алгоритмы для акустического и языкового моделирования. Ставили различные эксперименты с акустикой. И только в последние 5 лет случился значительный принципиальный скачок в технологиях распознавания речи. Все это стало возможным благодаря тому, что в мире появились крупные технологические компании, которые построили огромные распределенные вычислительные мощности. И применили на их базе, применили алгоритмы речевых технологий. И обучили эти алгоритмы на больших данных. И за счет этого смогли добиться очень высокого качества распознавания. Яндекс – это одна из крупнейших технологических компаний. Мы занялись речевыми технологиями в 2012 году. Для нас это очень важное сейчас направление. Почему? Не секрет, что Яндекс делает огромное количество сервисов, которые позволяют людям решать их ежедневные задачи. Искать ту или иную информацию, строить маршрут до нужного места, смотреть новости и так далее. И совершенно очевидно для всех для нас, что в последние несколько лет все сервисы стали ориентироваться все более и более на мобильные устройства. У каждого из вас уже есть смартфон с хорошим, с большим экраном. У многих уже есть планшетные компьютеры. И эти устройства уже имеют совершенно другие интерфейсы по сравнению, например, с десктопами. Уже нет традиционной клавиатуры, про мышку уже многие забыли вообще. Что это означает? Это означает, что сервисы и приложения, которые ориентированы под мобильные устройства, должны обладать специальными интерфейсами, которые, естественно, в первую очередь заточены под тач-интерфейсы. Но кроме этого, мобильные устройства можно использовать совершенно в разных ситуациях. Не только дома или в офисе, как раньше десктопы и ноутбуки, но и, например, на ходу, в автомобиле, на прогулке. Это означает, что тач-интерфейса недостаточно, и нужны какие-то новые интерфейсы. И мы в Яндексе считаем, что речевые технологии нам помогают создавать голосовые интерфейсы, которые в ряде случаев помогают решать пользовательские задачи. Особенно, когда у пользователей просто заняты руки, например, когда вы за рулем. С чего мы начали? В первую очередь мы начали с разработки технологии распознавания речи, так как, по нашему мнению, это самая наукоемкая и ресурсоемкая технология. Давайте посмотрим вообще, как устроены технологии распознавания речи, из каких основных частей они состоят. Любая современная технология распознавания речи, по сути, состоит из двух основных частей. Это акустическая модель и это языковая модель. А как происходит процесс распознавания речи внутри этих моделей? Давайте заглянем внутрь каждой из этих моделей. Вот на входе у нас есть речевой сигнал. В первую очередь мы его разбиваем на маленькие кусочки. Мы их называем фреймами. Примерно по 20-25 миллисекунд. Дальше, с помощью преобразования Фурье, для каждого фрейма мы получаем спектр сигнала. И дальше для этого спектра мы вычисляем коэффициенты, ну или MFCC. По сути, это просто вектор из 13 вещественных чисел. И уже эти числа мы подаем на вход акустической модели, которая построена на базе нейронной сети. И на выходе нейросеть нам выдает распределение вероятностей на синонах. Синон – это часть фонемы, а фонем – это звучание той или иной буквы в алфавите. И вот теперь у нас есть задача понять, а какое слово или словосочетание представляет данное распределение. И для этого нам нужна вторая часть системы распознавания речи. Это языковая модель. Что происходит внутри языковой модели? По сути, процесс декодирования в языковой модели представляет себе композицию из конечных автоматов. Что это значит? Это значит, что на первом этапе мы берем вот те самые синоны и преобразуем их в фонемы. Дальше, на втором этапе мы берем фонемы, и с помощью большого словаря произношения, мы его называем лексиконом, мы получаем уже слова, которые были произнесены. И нам только остается расставить слова в нужном порядке. Для этого мы подаем полученные слова на вход языковой модели, которая построена на базе рекуррентной нейронной сети. И на выходе из этой сети мы получаем наиболее вероятную последовательность слов. Ну, в общем-то, самое сложное в этом процессе – обеспечить качество, чтобы не возникало ситуации, как у этих ребят. Да, звука здесь нет. Ну, в общем, суть в том, наверное, многие из вас видели этот ролик. Эти ребята попали в лифт и пытаются с голосовым управлением. В лифте нет ни одной кнопки. И они пытаются попасть на 11 этаж. И у них ничего не получается. Ну, даже здесь не воспроизводится звук. То есть их лифт не слышит. В общем-то, самое сложное в процессе распознавания речи – это обеспечить высокое качество, чтобы система правильно слышала своих пользователей и правильно распознавала речь, чтобы эту систему можно было применять в реальных сервисах и приложениях. Потому что если приложение не будет вас слышать, вы не будете пользоваться этим приложением. Как достигается высокое качество? Секрет здесь достаточно простой. Все упирается в подготовку правильных обучающих данных. Наши акустические модели мы тренируем на 500 часах, размеченной вручную речи. Вы представляете себе, насколько это много? Вот 500 часов – сколько? Это же практически месяц непрерывной речи, ну, с небольшими перерывами на сон. И вся эта речь была размечена вручную. Это огромные ресурсы. А языковые модели мы обучаем на текстах. В Яндексе очень большое количество различных текстов, поисковых запросов, геозапросов и так далее. И суммарный объем текстов, на которых мы обучаем наши языковые модели, составляет 4 миллиарда слов. Вот так, на минуточку представьте, 4 миллиарда слов – сколько это? Это же примерно как, ну, например, 22 тысячи воин и миров Льва Толстого. Ощущаете объем? То есть это очень большие данные. Вообще, создавая технологию распознавания речи, мы хотим решить задачу распознавания спонтанной речи в режиме диалога. Вот представьте, как было бы здорово, многие, наверное, из вас проводят различные встречи, совещания. Вот как было бы здорово побывать на совещании, и чтобы автоматически вам пришел на почту полный протокол этого совещания в виде текста. Ну, или записать какую-нибудь лекцию на диктофон, и тут же получить полный текст этой лекции, чтобы потом прочитать. Но эта задача еще не решена никем в мире, потому что очень сложно подготовить правильные обучающие данные для создания языковой модели. Потому что в виде текстов свободной речи человека очень мало, и очень трудно найти. Но мы постепенно движемся к решению этой задачи. Мы начали с того, что научились распознавать короткие запросы практически на любую тематику. По сути, это все то, что люди ищут в интернете. И сейчас 88% слов в таких запросах распознаются верно. Это уже очень хорошее качество. Оно уже работает в нашем голосовом поиске. Дальше мы научились распознавать более узкие тематики. Мы научились распознавать, например, запросы на географическую тематику. Это адреса, названия геообъектов, различные улицы. И там качество распознавания составляет уже 95%. Вот 95%. Вы представляете, насколько это уже высокое качество? Давайте сравним с человеком. Мы тоже не идеально распознаем речь. В среднем человек в зависимости от тематики и окружающей обстановки распознает 96-98% слов. А систему уже 95% распознает. То есть вы видите, насколько это уже близко к человеку. Дальше следующим шагом стало создание языковой модели для диктовки длинных текстов. И там качество распознавания уже составляет 82%. Это уже тоже высокое качество, которое можно применять в реальных сервисах и приложениях. Но кроме качества распознавания, есть еще один важный критерий. Это скорость распознавания. Очень важно уметь распознавать речь быстро, в реал тайме. Для этого наша система работает в так называемом потоковом режиме. Что это означает? Как это вообще работает? Когда человек только начинает произносить свою речь, мы уже маленькими кусочками посылаем его речь на сервис распознавания. Сервис распознавания работает в реальном времени. И то есть к моменту, когда человек уже закончил свой запрос, вся его речь на сервисе, и она уже распознана. И остается только получить результат в виде текста. А как правило, это очень быстро. И на хорошем интернет-соединении это выглядит практически моментально. Вы сказали запрос и тут же получили результат. И данная технология позволяет нам создавать голосовые интерфейсы с высокой обратной связью. Это очень важно. Но, как мы понимаем, одной системы распознавания речи вообще недостаточно для построения полноценных голосовых интерфейсов в различных приложениях. Поэтому мы еще работаем над такой технологией, как голосовая активация. Голосовая активация – это по сути, ну вот сейчас все вы знаете, окей, Google. Мы тоже сделали такую технологию. А для чего она вообще нужна? Ну то есть если раньше вам для того, чтобы начать голосовое взаимодействие с тем или иным приложением нужно было нажать кнопку в интерфейсе с микрофончиком, то сейчас практически достаточно произнести специальную команду. Ну, например, в нашем приложении Яндекс.Диктовка – это Яндекс.Записывай. И, в общем-то, приложение после этой команды начинает вас слушать. А как работает эта технология вообще? На чем она строится? По сути, голосовая активация – это уменьшенная версия системы распознавания, которая работает прямо на устройстве, без подключения к сети интернет. И она умеет распознавать всего несколько активационных команд. И самая большая проблема в создании этой технологии – это энергопотребление. Потому что распознавание речи – очень дорогая задача в плане потребления энергии аккумулятора. И мы решили эту задачку очень просто. В первую очередь весь звуковой поток, который слышит приложение, попадает в алгоритм, который называется Voice Activity Detection. На самом деле суть этого алгоритма очень простая. Он ищет в звуковом потоке момент, когда началась речь. Как только Voice Activity Detection нам сказал, что началась речь, мы включаем распознавание речи и пытаемся найти активационную команду. За счет этого значительно экономятся ресурсы аккумулятора. Кроме распознавания речи и голосовой активации, есть еще очень важная технология, над которой мы работаем, которая позволяет делать обратную связь. Это синтез речи. По сути, это обратная технология распознавания речи. У нас есть текст, и нам нужно его озвучить. Как вообще работают технологии синтеза речи? Ну вот, давайте послушаем нашу технологию. Мы ее анонсировали совершенно недавно, в конце прошлого года, на нашем технологической конференции ЯК. Мы показали ее. Давайте ее послушаем. Привет. Я технология синтеза речи Яндекса. Я умею озвучивать любые тексты на русском языке. Я построена на базе скрытых марковских моделей. Могу адаптироваться под разные голоса и озвучивать текст с разными эмоциями. Милая, правда? В общем, как она работает? На самом деле, в мире есть основной традиционный подход к построению синтеза речи. Он называется unit selection. Что это означает, как это работает? Мы берем диктора, голос которого мы хотим синтезировать. Мы его запираем недели на две в студию. И пишем огромное количество часов специально подготовленного фонетически богатого текста. Дальше из этого огромного количества часов записи мы нарезаем маленькие кусочки. Ну, скажем, на фонемы мы нарезаем эти записи. И из них составляем вот такую вот огромную базу данных. А дальше, когда к нам приходит текст, мы из этой базы набираем маленькие кусочки звука, склеиваем их и, в общем-то, воспроизводим. Это работает, в принципе, хорошо. Но возникают проблемы, когда мы озвучиваем длинный текст, особенно на стыках разных приложений, разных слов, потому что не удается правильно подобрать интонации звуков именно на стыках слов. Мы в Яндексе, в общем-то, любим машинное обучение и любим людей. Мы никого никуда не запираем. Поэтому мы пошли другим путем. Наша технология синтеза речи работает на базе статистического подхода. В первую очередь, когда у нас есть текст, он попадает в модуль, который называется графема ту фонема. Его основная задача простая – перевести текст в фонемы. Дальше фонемы попадают в акустическую модель. И акустическая модель, которая построена на базе скрытых марковских моделей, для каждого состояния, для каждого фонема генерирует нам числовую последовательность, которая определяет уже сам звук, то есть частоту звука, громкость звука и так далее. Эти числа попадают на модуль, который называется вокодер. И его основная задача – уже превратить числа в реальный звук. В общем-то, какие преимущества дает такой статистический подход? За счет того, что мы обучаем нашу акустическую модель на огромном количестве данных, нам удается правильно моделировать стыки слов. То есть даже на длинных текстах голос звучит достаточно естественно. Кроме того, так как мы работаем с цифрами, нам удается моделировать различные характеристики голоса. Например, выкрутив одни цифры в одну сторону, мы можем сделать грустный голос. А эти же цифры, выкрутив в другую сторону, можем сделать достаточно веселый голос. Ну и кроме этого, данный подход сильно удешевляет создание новых голосов. Вот этот голос, который сейчас для вас прозвучал, это голос непрофессионального диктора. Это наш лингвист Евгения. Она записала всего лишь 600 предложений. И вот ее голос уже звучит для вас. И, в общем, достаточно неплохо. Потому что в синтезе речи есть, по сути, два субъективных показателя качества. Это разборчивость. И этот голос, наверное, вы все поняли, что он сказал. И естественность. Ну а это уже, скажем так, субъективная мера каждого человека. В общем-то, кроме этих технологий, мы еще работаем над технологией, которая находится на самом деле на стыке речевых технологий и лингвистики. Мы ее называем выделением смысловых объектов. Очень часто нам недостаточно просто перевести речь в текст. Нам нужно еще и понять, а какой смысл есть в этом тексте. Вообще, для чего это нужно? Ну вот какой-нибудь простой пример. Давайте представим, что мы делаем голосовой интерфейс для офисной АТС, который бы нам позволил соединяться с тем или иным сотрудником с помощью голоса. Ну, я позвонил и сказал, соедините, пожалуйста, с Денисом Филипповым. Вот этот ровный текст для офисной АТС ровным счетом ничего не значит. АТС не понимает такого формата. А технология выделения смысловых объектов помогает нам найти в этом тексте объекты, понятные АТС. Она помогает сказать, что соедините, это команда перевода звонка. А Денис Филиппов, это, в общем-то, абонент, на которого нужно перевести звонок. И таких примеров может быть очень много. Например, то же самое с такси. Мне нужно такси на ближайшее время. А из гостиницы такой-то, да, улица Льва Толстого, дом 16. Здесь тоже много объектов, которые позволяют приложению такси сформировать уже готовый заказ. Как это все работает? Простые объекты типа даты и времени мы выделяем с помощью нашей технологии, которая доступна в опенсорсе. Называется она «Томита Парсер». А более сложные объекты типа названия организаций, адреса, фамилии, имена, отчества мы выделяем с помощью нашей технологии «Матрикс.нет». По сути, на базе этих технологий можно создавать полноценные голосовые интерфейсы для любого приложения или сервиса. Кроме создания самих технологий, мы еще оборачиваем эти технологии в технологические продукты. У нас есть на данный момент два продукта. Это спичкит Mobile SDK, который позволяет любому разработчику мобильных приложений создать в своем приложении голосовые интерфейсы на базе речевых технологий Яндекса. И у нас есть еще облачный сервис речевых технологий. Мобильный SDK, он в первую очередь создавался для наших собственных приложений. Наверняка многие из вас пользовались Яндекс.Навигатором. Вот эта кнопочка с микрофоном – это как раз наш спичкит Mobile SDK. Кроме этого, более уже 500 внешних приложений использует наш мобильный SDK. А это моя любимая карта голосовых запросов. Вот каждая точка на этой голосовой карте – это голосовой запрос, сделанный из наших приложений. И чем ярче точка, тем больше людей в этом месте делают голосовые запросы. Как вы видите, в наших приложениях и приложениях, которые используют мобильные SDK, уже очень много людей вводят голосовые запросы по всей нашей стране. И не только по всей нашей стране. Вон еще и Турция там светится. Спичкит Клауд, по сути, позволяет встраивать речевые технологии, создавать голосовые интерфейсы практически во всех сферах нашей жизни. Можно делать голосовые интерфейсы для десктопных приложений. Естественно, можно. Я верю, что уже в ближайшем будущем во всех автомобилях появятся полноценные голосовые интерфейсы. Потому что водителю это сильно помогает в управлении автомобилем. Не нужно отвлекаться на переключение радиостанции, регулирование климат-контроля и так далее. Кроме этого, естественно, речевые технологии очень широко применимы в телефонии. Самый простой пример. Наверняка все вы звонили в какую-нибудь службу поддержки сотового оператора, банка, неважно. И сталкивались с этими многоуровневыми авиарами, когда вам говорили, если вы являетесь клиентом, нажмите один. Если вы не являетесь, нажмите два. И так далее. И мы тратим огромное количество времени на прохождение этого квеста, чтобы найти, как соединиться с оператором и задать ему свой вопрос. Голосовые технологии помогают сократить этот путь. И на входе можно просто с помощью автоматизированной системы человека спросить, а чем мы можем вам помочь. Дальше распознать его запрос, выделить объекты смысловые и в зависимости от их комбинации, либо сразу в автоматизированном режиме дать человеку ответ на его вопрос, либо перевести на того специалиста, который точно может ответить именно на этот вопрос. Кроме этого, удивительно, но в медицине речевые технологии широко применимы. В России пока это еще не получилось большого развития, но в Штатах практически все медицинские учреждения оборудованы системами, которые переводят речь в текст. Почему? Потому что врачи в силу своей деятельности обязаны протоколировать свои действия. Врач-хирург должен протоколировать свои действия. Различные диагностики свои наблюдения записывают. Ну и, естественно, педиатры, когда выписывают нам рецепт, тоже могли делать это более эффективно. И речевые технологии помогают сократить время врачу. То есть ему не нужно иметь специальных помощников или вбивать текст на клавиатуре, а ему достаточно просто рассказать вам рецепт, и вот он уже у него есть в электронном виде. Ну, кроме этого, конечно, наверное, многие мечтают о системах «Умный дом». Как было бы здорово прийти домой и сказать «Привет, дом, погрей мне еды, включи приятную музыку и там что-нибудь поставь, посмотреть, найди какой-нибудь фильм хороший». Да и, в общем-то, в принципе, вот мое личное мнение, что в будущем с любым устройством мы сможем разговаривать с помощью, управлять им с помощью голоса. Вот самый такой яркий пример, ну вот возьмем простую кофеварку, например. Вот, казалось бы, да, что проще – приготовить кофе. Но когда мы ее покупаем, достаем, там есть вот такая книжечка, инструкция по эксплуатации. Нам надо понять, какие кнопочки и рычажки надо нажать, чтобы сделать эспрессо. А с другой стороны, зачем нам в этом разбираться и тратить на это время? Мы можем подойти просто к кофеварке и сказать ей «Сделай мне эспрессо». Все. А дальше она пускай сама разбирается, какие режимы там выставить. В общем-то, голос – это наше все. За голосом будущее. Спасибо. Насчет кофеварки сразу скажу, потому что могли бы у себя уже давно вести. А мы еще не делаем кофеварки. Давайте, у кого есть вопрос, поднимайте руки. Такой вопрос. Вы когда рассказывали про алгоритмы распознавания, там была такая часть, как угадывание порядка слов. Можете конкретнее, потому что вроде непонятно. Вот я говорю, порядок есть, почему его надо угадывать? Ну, дело в том, что все верно, вы говорите, но статистическая модель, в общем-то, имеет различные варианты следования слов. Вы сказали «я хочу домой», а кто-то сказал «домой хочу». Ну, то есть, много вариаций одних и тех же слов и разного порядка. И задача статистической модели на основе и акустики, и фонем дать наиболее вероятную последовательность того, что вы сказали. И быть в этом уверенным по максимуму. Вот в этом суть. Здравствуйте. Действительно, лекция была очень интересная. Особо мне понравилась картинка, вот где была карта, да, сколько людей используют речевые технологии. И такая одинокая небольшая ZD была в области Магадана. Обычно занимаются другим, но это такой интересный факт. Вот у меня такой вопрос, насколько сильно мы зависим от нерусских, западных, американских, китайских технологий. И как отношения в политике могут… Нерусских, западных кого? Технологий. А, технологий. И как это может… И как текущие дела в политике могут на это повлиять? Спасибо. Ну, мы как Яндекс, как технологическая компания, независимы от западных технологий. Мы делаем сами технологии мирового уровня, и в некотором смысле некоторые бизнесы, зависимые от наших российских технологий на западе, я имею в виду. Ну, вот Турция, это же не Россия, они вот там пользуются нашими технологиями очень активно. Кстати, да, с чем связана такая активность в Турции? Вы туда тайный проект свой как-то продвигаете? Почему тайный? Совершенно официально Яндекс уже несколько лет развивает свой бизнес в Турции. А кроме Турции еще есть примеры? Примеры чего? Ну, страны, в которых применяют технологии. Россия, Турция сейчас, ну и все наши дружественные государства. А такие есть? Есть, конечно. На карте нет. Спасибо за лекцию. И, собственно, вопрос. Влияют ли тембр голоса, манера речи на результат запроса? И в постороннейшем? То есть, насколько сейчас технологии распознавания речи могут фильтровать вот этот весь барьер? И насколько перспектива развития вот этой технологии по очистке голосового запроса? Спасибо. Спасибо за вопрос. Хороший очень. Как раз вот раньше, до 2000-х годов, существовала эта проблема. То есть, люди в акустическом моделировании пытались максимально очистить сигнал, входящий от шумов. И, в общем-то, как показала практика, это не работает. Потому что, когда мы чистим шум, мы еще убиваем полезный сигнал, то есть, и звучание голоса тоже немножко подрезаем. И из-за этого возникают большие проблемы. Сейчас используется совершенно другой подход. Мы строим нейронную сеть, обучаем ее просто на огромном количестве звуковых данных. Что это значит? Это значит, что эти данные звуковые уже содержат все шумы в разных обстановках, в метро, в машине, дома, в офисе. Эти звуковые данные содержат речь с разными акцентами, тембрами, заиканиями. Понимаете, да? То есть, в этих обучающих данных уже все эти нюансы учтены. За счет этого наша система устойчива и к шумам, и к акцентам. Например, если вы пользуетесь Яндекс.Такси, различные таксисты иногда слабо владеют русским языком, но, тем не менее, навигатор их понимает, даже с их сильным акцентом. У меня, кстати, еще дополнительный вопрос. 4 миллиарда слов – это именно по этой причине так много? Потому что обычный человек в лексиконе имеет около 7 тысяч, и только там какие-то рэперы, извиняюсь, 25 тысяч слов. 4 миллиарда слов – это не уникальных слов, это просто с учетом повторяемых. Ну, за счет вот разного, там, ай, дай, 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 дай. Нет, здесь совершенно другое. То есть, акценты и все звучание, вся специфика речи и голоса учтены в акустической модели. А языковая модель нам нужна для покрытия той или иной тематики. То есть, она нужна только для выстраивания в правильном порядке слов. То есть, там уже нет проблем с тембром, с шумом и так далее. У нас уже есть слова, и языковая модель помогает нам их правильно выстроить. То есть, это уникальные слова? 4 миллиарда слов – это не уникальные слова, конечно же. Слава богу, это и уже слово. Да, да, просто такого количества нет в русском языке. Здравствуйте, можно вопрос? Вот, спасибо за лексу, я услышал. Я услышал во время лекции то, что голосовые технологии будут внедрять в медицину. И у меня такой вопрос, вот, кто будет виновен, если рецепт будет составлен неправильно, без проверки врача? Вы имеете в виду, если будут ошибки в распознавании? Да, если будут ошибки в распознавании. Будет виновен Денис Филиппов. На самом деле, виновна будет та система, которая распечатала этот рецепт. Потому что, в общем-то, способ ввода, кто будет виновен, если врач неправильно набрал на клавиатуре? Ну, как бы, все равно должен быть какой-то фильтр или какая-то проверка на выходе этого рецепта. Ну, то есть, врач должен убедиться, что все распознано корректно и рецепт корректен. Ну, и мне вообще сложно представить, чтобы там была какая-то фатальная ошибка. Ну, то есть, возможно, есть какие-то лекарства, похожие по звучанию. Но, по сути, это ответственность на враче, который выписывает рецепт. Когда врач вам пишет на бумажке рецепт, чья ответственность? Что у него очень плохой почерк и вообще непонятно, что там написано. И когда вы пришли в аптеку, вам говорят, это есть, это есть, а это я не понимаю, что написано. Кстати, это поможет нам избавиться от вот этих каракулей? Так вот об этом и речь. Как раз-таки речевые технологии в медицине помогают избавиться от необходимости писать от руки. То есть, рецепт будет напечатан. По-моему, уже было сказано, что 95% в коротких и 82% в диалогах. 95% в геозапросах – это в узкой тематике. Но, кстати, название лекарства – это тоже узкая тематика. И там качество распознавания можно довести очень до высокого уровня. То есть, там 95% плюс. Давайте последний вопрос. И это, уже некоторые люди пошли кофе пить. У нас сейчас будет перерыв, так что подождите немножко. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Пожалуйста. Вот есть огромное количество баз сейчас, в свободном доступе можно найти, когда уже есть записанный звук и распознанный текст. Например, с сайта Эхо Москвы, вы заходите, у любой аудиопередачи есть текстовка. Она вручную распознана. Вот возможно ли на таких базах проверять, например, вашу технологию на корректность? То есть, мы запускаем этот аудиофайл на корректность и сверяются тексты. Вот такие проверки проводятся вообще? Именно так мы и тестируем нашу систему, но, к сожалению, такие источники в свободном доступе имеют приблизительную транскрипцию текстовую. То есть, там неполная и неточная текстовая транскрипция. А вообще система распознавания речи таким образом и тестируется. То есть, мы берем случайные запросы голосовые, их руками люди транскрибируют, то есть, пишут точную гарантированную транскрипцию. Дальше это все подается на вход распознавания речи и транскрипция от человека и транскрипция от системы сравниваются и считается количество ошибок. То есть, сейчас просто сажаются люди непосредственно подают задачу? То есть, вы им даете задачу, распознавайте этот текст на слух? Да. А, хорошо. Ну, то есть, все понятно. Все, давайте, спасибо большое. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ